привет друзья сегодня забацаем вкуснейшие настоящие американские панкейки ну я все-таки теперь совсем по соседству живу поэтому надо внимательный мой зритель обязательно скажет но ведь на канале уже есть такой рецепт и будет прав он действительно есть но сегодняшний где-то проще а где-то даже более классический так как среди ингредиентов есть пахта правильно говорить именно пахта а не пахта пахта это хлопок а пахта как раз та самая сыворотка я знаю что не во всех магазинах пахту можно найти однако ее легко заменить кефиром нежирным жидким йогуртом или просто в стакан молока добавить столовую ложку лимонного сока хорошо перемешать дать постоять минут 5-10 и заменитель пахте готов в общем рекомендую вам попробовать этот рецепт обязательно ссылочку оставлю под видео и это для того чтобы определиться какие панкейки вам нравятся больше поехали как я уже сказал в этом рецепте все очень просто никакой миксер здесь не просто не нужен он здесь крайне нежелательным все лучше делать руками венчиком для того чтобы панкейки получились более пышными первым делом просеиваем муку насыщая ее кислородом чтобы панкейки получились более пышными добавляем разрыхлитель немного соды чуть-чуть соли и сахар в зависимости от того насколько сладкими вы хотите получить панкейки его можно добавить побольше или поменьше в общем тут дело вкуса все хорошо перемешиваем с помощью венчика и в середине создаем такой небольшой кратер углубления пока сухие ингредиенты в сторону в отдельной миске смешиваем пахту и яйца делаем это также с помощью венчика аккуратно и без истерики ничего не взбивая просто стараюсь получить все максимально однородную смесь которую аккуратно выливаем в тот самый кратер в углубление созданное в сухих ингредиентах и с помощью венчика начинаем нежно но тщательно все смешивать совершаем круговые движения в одну сторону когда примерно половина сухих ингредиентов объединится жидкостью добавляем растопленное сливочное масло растопить его можно или на плите аккуратно не сжигая или просто в микроволновке и добавив его также аккуратно домешиваем тесто перемешивать тесто усердствовать с ним ни в коем случае не нужно иначе панкейки получатся плотными совсем не нежными и не пышными именно по этой причине рекомендуется делать все руками и не использовать миксер когда не останется комочков готово тесто необходимо использовать сразу если вы приготовили большой объем лучше разделить его на части и одну часть отправить в холодильник пока используете другую в идеале оно должно быть охлажденным опять же чтобы панкейки получились более пышными для того чтобы тесто которое мы используем тоже было слегка охлажденным миску с ним можно поставить в чашу с холодной ледяной водой можно даже побросать туда кубики льда выпекать панкейки лучше на сковороде с хорошими антипригарными свойствами если таких не имеется можно немного смазать ее растительным или сливочным маслом но совсем немного панкейки должны хорошо пропекаться они жарятся в масле как обычные оладьи ставим сковороду на средний огонь для того чтобы она прогрелась равномерно и как только она хорошо разогреется отправляем туда тесто небольшими порциями можно выпекать одновременно несколько панкейков когда поверхность начинает пузыриться где-то через одну-две минуты панкейк переворачиваем и пропекаем с другой стороны еще минуту полторы и учитывайте чем больше в них сахара тем быстрее они будут подрумяниваться смотрите панкейки не сжигайте для этого сковорода не должна быть слишком раскалена регулируйте ее температуру убавляя или прибавляя огонь туда-сюда 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 и обязательно снимаем первую пробу первый панкейк сразу себя чтобы как-то разнообразить классические панкейки без добавок в них можно добавить любимую свежую ягоду например голубику делаем это опять же в самый последний момент перед выпеканием перемешиваем и дальше все точно так же не стоит делать панкейки слишком большими так и будет сложнее переворачивать самый классический способ подачи это сложить стопочкой еще теплые панкейки положить сверху небольшой кусочек сливочного масла и полить медом или кленовым сиропом я буду конечно поливать кленовым сиропом я все-таки в канаде или где ну а дальше рядом с панкейками можно поставить взбитые сливки сметану мед кленовый тот же сироп варенье конфитюры все что угодно главное чтобы вам было вкусно и вот так стопочка я и люблю их есть да да вся горка для меня идеально нежная пышная в меру сладкие кислинка голубики с кленовым сиропом это просто обалдеть в общем рекомендую срочно бежать на кухню печь панкейки тем более впереди масленица а это прекрасная альтернатива традиционным блинам подробный рецепт как всегда в блоге ссылка под видео там же список ингредиентов там же оставляйте комментарии с пожеланиями что хотите увидеть в будущем на моем канале не забывайте постить фотки ваших панкейков в инстаграме отмечайте меня на фото ставьте хэштег cooking fun я всегда с удовольствием смотрю что у вас получилось с вами был саша cooking fun cooking time пока пока